Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского студии работы Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Требования жителей микрорайона Шахтерский вернуть единственный рейсовый автобус удовлетворили. Регулярный городской маршрут номер 8 возобновлен, обслуживает ИПВ для шахтерских микрорайонов, как и раньше, обслуживает Сайгаки, туши которых найдены в Карагандинской и Акмолинской областях, по предварительным данным, заразились по стерилезам. Судоисполнители Караганды впервые в Казахстане предложили помощь должникам. Также это большая помощь должникам, которые по взысканию алиментов, где не могут туда устроиться. Требования жителей микрорайона Шахтерский вернуть единственный рейсовый автобус удовлетворили, правда, частично. Восьмой маршрут вернулся на дороге Караганды. Вот только вместо привычного просторного транспорта восьмерку обслуживают микроавтобусы, да и интервал движения значительно увеличился. Восьмерка уже не та. Поменялся вид транспорта, перевозчик, да и интервал движения изменился. Это единственный маршрут, который ходит до микрорайона Шахтерский Майкудуки. На днях местные жители были отрезаны от города. Автопарк номер 3 временно приостановил работу рейса. Акимат среагировал быстро. Сегодня восьмой автобус возобновил свою работу. Восьмерку маршрутное такси. Ходит? Да, сейчас она туда прошла, на Шахтерскую. Это единственный автобус, который спасает и выручает наш район. А большой автобус или маршрут? Маршрутка обыкновенная, стандартная. Ну, вам хотя бы так? Ну, как, вы знаете, хотя бы так, да. Я живу в Шахтерском микрорайоне. Сегодня узнала, что восьмерка снова ходит. Правда, интервал большой. Полтора часа ждала автобус. На днях чиновники заключили договор с другим перевозчиком. ИП «Ведлер» пустил по данному маршруту четыре своих автобуса. Интервал движения, как поясняют в Акимате, останется прежним – 15-20 минут. Проездными, к слову, воспользоваться в новой восьмерке не удастся. Такое положение дел продлится до конца года. В дальнейшем планируется провести конкурс на городские маршруты, в том числе и на восьмой маршрут. И будут привлекаться новые перевозчики. Напомним, с 5 сентября автопарк номер 3 приостановил работу сразу нескольких автобусных маршрутов – 5, 8 и 51. Причина – нерентабельность направлений и нехватка персонала. Жители микрорайона Шахтерский тогда взбунтовались. Оставаться без транспорта в отдаленном районе не хотелось никому. С пятеркой и 51 дела обстоят проще. Путь исследования 51 автобуса дублирует 0,1 маршрут. Пассажироперевозчик таксокомбинат увеличил количество графиков и продлил рейс до конечной остановки. Ирина Камышова, Габидзен Куришбеков, 1-й Карагандинский. В Сайгаке, туши которых найдены на южном, западном и северном берегу озера Тенгиз, в Карагандинской и Акмолинской областях, по предварительным данным, заразились по стерилиозам, сообщил начальник управления комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды. Факт гибели животных зарегистрирован в органах внутренних дел Нуринского района. Около полутора тысяч мертвых сайгаков обнаружили на южном, западном и северном берегу озера Тенгиз. Под предварительным подсчетом в Карагандинской и Акмолинской областях погибли около трех тысяч степных оленей. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны животного мира. Чтобы не допустить павшим животным посторонних, выставлены полицейские посты. Для выяснения причин падежа сайгаков создана рабочая группа. Предварительная проверка результатов экспертизы биологических и патологических материалов показывает, что все-таки это причина гибели животных по сириллез. Караганды Жарык сообщает о плановых отключениях света. В связи с капитальным ремонтом электрического оборудования с 11 по 17 сентября с 8 утра до 8 вечера без электроснабжения останутся Казбик-Бийский и Октябрьский районы города. По вопросам отключения электроэнергии можно обращаться в круглосуточную горячую линию компании по телефону 41-18-08-41-17-77. Судоисполнители Караганды впервые в Казахстане предложили помощь должникам. Совместно с социальными службами прокуратурой района имени Казбик-Бий и Центром обслуживания населения они устроили ярмарку по трудоустройству должников. Хотеть выплатить алименты, погасить долги. Такие СМС-сообщения стали получать с 10 сентября злостные задолжники, уклоняющиеся от исполнения судебных актов. В районе имени Казбик-Бий только за один день нашли себе работу 23 неплательщика алиментов. Кроме того, для удобства населения сотрудники ценно производят прием платежей от должников непосредственно в территориальных отделах. Это самая удобная вещь. Я могу спокойно, не выходя из дома, оплатить. У меня, например, штраф по ГАИ. У меня машина Лексус, мне был штраф. Я спокойно открываю вкладку и плачу штраф. Не стою в очереди. Такие льготные условия создаются должникам, чтобы они смогли оплатить штрафы и алименты. Ведь отменять решение судов никто не будет. Как считают сами судоисполнители, подобные акции приносят свои плоды. Количество должников сокращается. Штрафы. Также это большая помощь должникам, которые по взысканию алиментов, где не могут трудоустроиться. Согласно этой акции, могут найти себе подходящую работу. Ярмарка по трудоустройству должников продлится до 15 сентября. Не упустите свой шанс. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Еще три предприятия из моногородов получили от государства гранты на развитие бизнеса. Сегодня проекты представили на суд Координационному совету по форсированному индустриально-инновационному развитию. Государственные деньги, которые даются по поручению президента, они должны работать на конечный результат. Глава региона взволнован не на шутку. Еще трем крупным предприятиям области приостановили субсидирование процентной ставки. Среди них такие крупные компании, как «Вторпром», «Земдорстрой» и «Строительное управление 41». Всего же с начала года уже шесть производств не выполняют обязательства перед банком. Мы имеем потенцию на Координационном совете. То есть, я вижу отсутствие все-таки, пользу Бога, или проработки, прежде чем на экспортном совете по всем направлениям. Мы должны предугадывать риски, тогда не должна программа работать, только лишь там ранее освоение и показатели. Кроме того, членами совета был рассмотрен и одобрен проект по созданию племенного хозяйства репродуктора крупного рогатого скота. Крестьянское хозяйство «Энтакор» Каролинского района будет внедрять в животноводстве инновационные технологии, которые повысят качество мясной продукции. В рамках дорожной карты бизнеса был поддержанный проект организации детского мини-центра в Симиртаус, заявленный компанией «Анли». А вот по программе развития моногородов три предприятия получили гранты на развитие бизнеса. В их числе реконструкция бани в Абайском районе, организация парфюмерно-косметического производства. Три миллиона от государства получила и компания «Эко-17», занимающаяся изготовлением биоразлагаемых экологических изделий из нетканых материалов. Срок разложения наших пакетов где-то от года до трех. То есть под действием ультрафиолетового света пакет полностью разлагается на улице. То есть мы можем его оставить на улице, он разложится. Также он делает, его можно репродуктировать, то есть его можно переплавить и сделать из него вторсырье. У нас очень плотно поддержал сейчас экологический фонд «Тимиртау», который будет не вести именно пропаганду упаковки биоразлагаемой. Я думаю, он нас очень сильно поддержит и какой-то толчок у нас в производстве будет. Глава области добавил, что по программе развития моногородов практически нет отраслевых ограничений. И все субъекты малого и среднего бизнеса, за исключением лишь занятых в горнодобывающей промышленности, могут получить поддержку в рамках программы. Ирина Камышова, Тулиен Рашитов, Асхат Эбидулов, Первый Карагандинский. В свой 80-летний юбилей отметила профессор, полковник полиции, почетный работник образования Республики Казахстан Роза Кульжакаева. В ее честь в Академии Министерства внутренних дел состоялась Международная научно-теоретическая конференция. Всю свою жизнь Роза Кульжакаева посвятила службе в органах внутренних дел. Она публиковала более 60 научных и учебно-методических работ по уголовному праву. Ученый, исследователь и педагог вырастила плеяду ученых, генералов и руководителей правоохранительных органов. Ее ученики трудятся во всех ведомствах страны. Роза Кульжакаева – первая женщина в Казахстане, удостойна высшего звания на научном поприще и в системе органов внутренних дел звания профессора и полковника полиции. Она награждена государственными и ведомственными наградами орденом Курмет. Каким должен быть новый государственный общий обязательный стандарт образования? Проблемы его внедрения в жизнь решали и на совещании департамента по контролю в сфере образования Караганинской области. На совещание были приглашены представители учебно-методических центров области, акционерного общества Орлео и научного центра для одаренных детей Дарын. Повышение качества образования – важнейшая задача, которую ставит государство перед педагогами и научными работниками. Новый современный государственный стандарт образования должен отвечать мировым требованиям, чтобы обеспечить конкурентноспособность будущим казахстанским специалистам. Выход на мировой рынок невозможен без высококлассных профессионалов в любой хозяйственной или научной деятельности. На совещании рассматривались возникающие проблемы при введении нового государственного стандарта образования. Будут заслушаны предложения и затем данные предложения будут нами отправлены в комитет по контролю в сфере образования Караганинской области, Министерство образования и науки Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Сегодня стартовало первенство региона по лёгкой атлетике для девушек и юношей с 96 по 99 годы рождения. Соревнования пройдут два дня. Это отборочный этап на чемпионат Республики среди детских и юношеских спортивных школ. Первенцы принимают участие более трёх спортсменов со всего региона. Здесь представлены все виды лёгкой атлетики. Забеги на короткие, длинные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и многие другие. Лучшие атлеты представят Караганинскую область на республиканских соревнованиях, которые пройдут в Шимкенте в конце сентября. Эти соревнования являются показателем работы спортивных школ области. В том году одна из наших школ в Караганинске завоевала первое место, вторая школа заняла третье место. Там участвовало более 40 школ Казахстана. И вот наша Караганинская область показала практически 100% результат. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я также напоминаю номер телефона нашей редакции – 420649. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok